Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о такой теме, как хламидии в крови. К половым инфекциям относится только одна хламидия – это хламидия трахоматис, мочеполовая хламидия. Есть еще также хламидия пситенца, которая вызывает различные поражения легких, но и некоторые другие хламидии. Соответственно, что имеется под выражением хламидии в крови, какой смысл? Дело в том, что при проникновении хламидии в организм посредством полового контакта, наиболее часто, менее часто это какой-то бытовой контакт, происходит иммунная реакция в организме и выработка специфических антител на хламидию, так называемых иммуноглобулинов. Иммунная система чувствует и распознает хламидию и пытается с ней бороться с помощью вот этих белковых соединений. Именно их и обнаруживает анализ крови на хламидии. Существует три основные вида антител на хламидии, которые обнаружатся в крови – это иммуноглобулин А, М и G. Но вообще выработка вот этих специфических антител начинается к хламидии примерно спустя две-три недели позже. Поэтому, если говорить о диагностике хламидии на антитела в крови, то, соответственно, ранее двух недель такой анализ даже и бесполезно делать. Поэтому, по этому анализу, если в наличестве антитела, то можно говорить о том, что заражение произошло более двух-трех недель назад и так далее. Первыми в ответ на заражение вырабатываются такие иммуноглобулины, как М и А. Они, соответственно, исчезают, М, примерно, спустя 3-4 месяца от момента заражения. Именно поэтому по ним судят о свежести заражения, либо о его активации. Иммуноглобулины класса G вырабатываются гораздо позже, спустя полтора-два месяца от момента заражения хламидиями. Но и остаются очень долго в крови – минимум 9-12 месяцев и более. По их количественному отношению можно также посленно судить о успехе лечения хламидии. Для этого берут непосредственно кровь на хламидии до и после лечения. Также успех в лечении судится и об успехе в лечении хламидии и по ставшими отрицательными, такие иммуноглобулины, как А и М. Соответственно, после лечения они также исчезают. Что же значит, если в мазке хламидии обнаружены, а в крови не обнаружены? Это значит, что раннее заражение и, скорее всего, антитела еще не успели выработаться. Что значит, если антитела обнаружены в крови, а в мазке хламидии не обнаружены? Ну, вариант первый – мазок взят не оттуда. Например, хламидия находится во рту, а мазок взят из половых органов. Тогда понятно, почему антитела положительны. Или, например, хламидия находится где-то в маточных трубах глубоко у женщины, а мазок взят из половых органов, опять же. Здесь, естественно, что анализы крови на хламидии являются более чувствительными в этих случаях. И второе – когда вы уже перенесли хламидиоз раньше, тогда из мазка хламидия уходит быстро, а вот кровь остается долго положительной. Такие две ситуации возможны. При необходимости сдать кровь на хламидии, на любой из антител иммуноглобулинов, обращайтесь в Москве в наш медицинский центр платный КВД. У нас имеются три разных лаборатории, которые определяют все типы иммуноглобулинов или антител на хламидии, а также делают все анализы, возможные на хламидии для диагностики и лечения. Поэтому при подозрении на хламидию или какую-то другую половую инфекцию. Ждем вас в нашем центре. Спасибо за внимание.